Приветствую вас. Такой человек, которого вы описываете, является с одной стороны экстравертом, то есть человек, который обращен вовне. Человек этот боится одиночества, человек этот находится в конфликте с самим собой, человек этот самого себя не принимает, человек этот испытывает потребность в любви, то есть это оральное поведение, оральный тип, так называемый. Вот. Собственно, он боится дать слово другому человеку, пытается отправить его из-за неуверенности в себе, потому что чужое мнение может его как-то, значит, ну, с истинного пути, да, вот, ну, со своего пути может сбить. Условно говоря, вот, и, соответственно, это вот примерно, ну, примерно вот такая личность, на мой, по крайней мере, взгляд, да, а это личность, вот это такой, такой товарищ, вот, значит, он действительно всегда готов прийти на помощь, это правда, вот, потому что ему хочется, ему нравится, вероятнее всего помогать людям, вот, значит, потому что, опять же, через помощь другим этот человек строит отношения, то есть только вот через помощь другим людям, он устраивает отношения с людьми, значит, к сожалению. Вот, значит, ну, что еще можно добавить, да, давайте сейчас я посмотрю астек, значит, почему человек многословен, если ты не могу сказать слово, слово так сказал, предлагает ему помощь, которая не нуждается, потому что через помощь, в которой человек не нуждается, тот, кто ее предлагает, пытается почувствовать себя лучше, пытается почувствовать себя более ценным, более значимым, да, то есть, я хочу что-то для тебя сделать, чтобы, с одной стороны, лучше почувствовать себя, с другой стороны, чтобы, к примеру, ты был мне обязан, что ты был мне обязан и чтобы ты что-то для меня сделал, к примеру, к примеру, это не обязательно так, но, к примеру. Ну это понятно, что помощь в данном случае предлагается исключительно в своих собственных сферах, не более того. Дальше, какие черты характера? Историчность, импульсивность, спонтанность, эмоциональные качели, то есть, ну, грубо говоря, у человека может быть всё плохо, да, и может быть всё хорошо. Значит, недиференцированность, неразобранность, нераспределённость и так далее. Беспорядочность, хаотичность, мнительность, тревожность, то есть всё, что связано с чувствами, с эмоциями, это всё. У человека низкий, низко развитый интеллект, не в том смысле, что он глупый, да, он не глуп, он может очень много всего знать, а вот, и он может быть хорошо эрудированным, образованным, а именно низкий уровень, даже не интеллекта, а разумности, то есть, именно разумность как такова отсутствует, потому что человеку влияет эмоции. Вот, эм, ну это, по сути, человек, который боится одиночества, да, и если мы говорим о человеке, который боится одиночества, то это всегда склонный к зависимости, склонный к зависимости человек. Вот, эм, значит, человек, который стремится распориться в другом, вот он предлагает помощь, да, он хочет распориться в другом. Ну, зато и сам стремится, э, тоже поглотить. И вот, э, его основная проблема заключается в том, что поглощая личность, э, своего собеседника, он остается один. А если он не поглотит личность, э, личность, э, то, скорее всего, э, ему будет некомфортно. Вот. То есть, ему, скорее всего, будет не по себе. Из-за этого, вот, из-за такого противоречия, э, 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 этот человек так себя ведёт, потому что у него много было, э, отношений, видимо, которые у него заканчивались достаточно негативно. Дальше я идём. Так, значит, рассказывает о своей интересной жизни, приключениях. Как правило, это выдуманные истории, специально придуманные, ну, то есть что-то. Сам себе весёлый, шутит, серьёзно редко когда говорит. Серьёзно занимается как негатив, потому что серьёзность это мысли, от мысли человек бежит, а шутки это обесценивание, защитный механизм. Может иногда подколоть, подстебать. Ну, соответственно, ирония, да, ирония, особенно по отношению к другим, это означает непринятие себя, то есть человек, который у которого собираются, самим собой не иронизирует в первую очередь над собой, а не над другими. Очень любить давать советы, как лучше сделать это, чтобы чувствовать себя более значимым, важно именно в надежде привязать к себе такого человека, после которых чувствуешь себя школьником. Ну вот, понимаете, когда Алексей, вы говорите, что вы после этого чувствуете, например, вы с чувствуешь школьником, то вы имеете дело с человеком нарциссического склада характера. То есть, нарцисс это тот, кто пытается привознести себя, кто примется к идеальному самому себе, но при этом обесценивает других людей, то есть пытается специально себя привознести над другими. Вот, но с другой стороны, этот человек так же, насколько он себя привознест, настолько он себя и обесценивает. То есть это очень важно учитывать на человека националистическим. А с другой стороны, вы себя почему-то чувствуете школьником, то есть это опять же говорит о том, что вы чувствуете себя приниженным, униженным. Это уже можно адресовать к вам, что вы чувствуете, почему вы не уверены в себе или что. Тут как бы есть моменты. Мнение собеседника им игнорируется, либо молчание в ответ, либо опровержение сказанного, да, нет. Ну то есть, соответственно, абсолютно непринятие чего-то извне, потому что это страх, страх разручит свою шаткую картинку мира и себя в этом мире. Можно это интерпретировать, как, знаете, такую заварированную форму социофобии. Бывает и такое, что может не поздороваться, даже в ответ. Ну это связано с тем, что когда у человека, видимо, не очень хорошее настроение, когда ему кажется, что всё не очень хорошо, а для него приветствие относится к унижению, я так думаю, да, но он хочет казаться выше, выше он хочет казаться, поэтому он не здоровается. Вот. Дальше. При всё этом он всегда готов прийти на помощь, даже навязывать свою помощь, которой нет особой нужды. Ну про это я уже сказал. Убегать от всех неприятностей, чтобы чувствовать себя означенным, опять же. Это, кстати, такой спаситель из треугольника Карпмана, но на самом деле же это. Вот. Треугольник Карпмана, вы можете почитать про треугольник Карпмана, и про роли в нём. Это довольно доступная история. Вот. Прошли вас объяснить причины поведения, желательно, если поподробнее. Ну, надеюсь, я вам всё прояснил, а другой вопрос заключается в том, для чего вам это всё, зачем вам это всё, какой мотив вам общаться с этим человеком, если вас это напрягает. И, ну, судя по всему, вы-то реагируете на это не очень хорошо. То есть вам-то это... Вам, судя по всему, неприятно то, что происходит. То есть вы не можете его принять до конца этого человека. Вот. Если вы не можете его принять до конца, то лучше, наверное, и не общаться с ним. Вот. То есть это у меня опять же вот, к вам вопрос. Зачем? Зачем? Зачем вы общаетесь, ну, пытаетесь общаться с ним? Для чего вы это делаете? Вот. Вот. Зачем? Зачем вы с ним взаимодействуете? Вот. То есть, как бы, с какой вот целью вы этого хотите? То есть, если вы, к примеру, ну, допустим, используете этого человека, ну, для чего-то, да? А, допустим, что это опять же вопрос. К вам, а, для чего вы его используете? Вот. Вот. Это вот, примерно, такая история. А, вот, в принципе, так, наверное, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Вот. Хотя мне, честно говоря, здесь, конечно, достаточно сложно выделить, в каких отношениях вы находитесь, потому что, ну, никакой информации об этом нет. Вы не предоставили никакой информации об этом, но надеюсь, что предоставят. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...